Добрый день. Это началось именно в 2014 году и началось именно с антиконституционного, антигосударственного, вооруженного переворота на Украину. Прошу обвиняемых сообщить. Все, что мы делаем сегодня, в том числе и специальные военные операции, это, как я уже многократно говорил, попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые там на этих территориях проживают. В 1946 году музей обороны и блокады Венграда занимал практически всю территорию. Безусловно, мы долго терпели, долго пытались договориться. Как сейчас выясняется, нас просто водили за нос, обманывали. Не в первый раз такое с нами происходит и случается. Тем не менее, мы сделали все возможное для того, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Никогда никто не забудет. Фиксировать то, что они творят, особенно с гражданским населением, это обязательно нужно. Чрезвычайно важно. Конечно, этот вопрос рассматривался в свое время в Нюрнберге. На работах ОПК. Постепенно задача выпуска гражданской внешней рынок вышел совершенно очевидно на второй план, потому что нам нужно обеспечить потребности российских вооруженных сил. Поэтому возникают некоторые вопросы, требующие особого внимания со стороны правительства. Это безопасно. Там же и мост построен. Мы абсолютно обоснованно говорим о том, что мы боремся с него нацистами. Но ведь там Бандеру, который сотрудничал с Гитлером и расстреливал мирное население, его подручные занимались убийствами гражданских лиц, возведен в ранг национального героя Украины. Ну, как это можно себе представить? И все помалкивают, не замечают, делают вид, что не замечают. Но это же так. Значит, и они продолжают эту практику. И практику заград отрядов, и практику расстрела гражданских лиц. Они же продолжают эти издевательства над мирными гражданами в Донбассе и на прилегающих территориях, кстати говоря. Поэтому у нас есть все основания называть сегодняшний режим неу-нацистским. Все через все работы оборонно-промышленного комплекса, таких предприятий, как ваше, и таких людей, как вы, и оборонно-промышленного комплекса, и всей экономики. Потому что каждое из этих звеньев и промышленность, и состояние государственных финансов, и социальная сфера, в том числе вот связанная с поддержкой семей, требующих особого внимания со стороны государства, здравоохранение, все это создает основу для нашего эффективного развития и для победы. Она обеспечена. У меня в этом нет никаких сомнений. В том числе гарантия этому то, над чем вы работаете, как вы работаете и что вы делаете. Ребята, по-прочему. Пойдем. 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 Пойдем.